Жила однажды женщина, у которой не было детей. Отправилась она как-то раз к доброй колдунье за помощью. Женщина сказала, что мечтает о ребенке. Колдунья дала ей зернышко и велела посадить его в цветочный горшок. Женщина очень обрадовалась, поблагодарила старуху и пошла домой. Дома она посадила зернышко, полила его и стала терпеливо ждать. В скором времени в горшке вырос большой чудесный цветок, похожий на тюльпан. Когда его лепестки раскрылись, внутри оказалась крошечная девочка. Она была очень маленькая, не больше дюйма. Поэтому женщина и назвала ее дюймовочкой. Однажды ночью, когда дюймовочка крепко спала, на окно дома взобралась большущая жаба, мокрая и безобразная. Она схватила спящую девочку и поспешила на свое болото. Жаба решила женить своего уродливого сынка на красавице дюймовочке. Она посадила ее посередине реки на широкий лист лилии, чтобы девочка не сбежала. Утром дюймовочка проснулась и поняла, что она не дома, а вокруг нее вода. Когда девочка поняла, какая страшная участь ее ожидает, она горько заплакала. В этот момент мимо проплывали маленькие рыбки. Им стало жалко дюймовочку. Они перегрызли стебель лилии, и листок поплыл по течению вместе с девочкой. Мимо пролетал крупный жук. Увидев красивую девочку, он схватил ее и унес на дерево, где представил своим знакомым. Все они завидовали ее красоте, но сказали, что дюймовочка очень некрасивая и не может находиться в их обществе. Под давлением знакомых, жук также решил, что она безобразно, спустил девочку на землю и попрощался. Все лето дюймовочка жила одна в лесу. Из травинок и листьев она сплела себе колыбельку. Питалась она цветочной пыльцой и росой, в ясную погоду грелась на солнышке, а от дождика скрывалась под большим листом лопуха. Но вскоре пришли холодные дожди и ветра. У дюймовочки не было зимнего наряда, и она стала мерзнуть. Девочка страдала от голода и холода. И однажды ее приютила полевая мышь. Они славно зажили вместе, девочка помогала мыши по хозяйству, рассказывала ей сказки, а взамен получала теплое жилье и пропитание. У полевой мыши был сосед, богатый слепой крот, который тем и занимался, что все время пересчитывал свое богатство. Даже будучи слепым, крот понял, что дюймовочка очень милая, и предложил жениться на ней. Но девочка была совсем не рада этому, ей не нравился скучный крот. Однажды, гуляя по подземным переходам, дюймовочка увидела раненую ласточку, которая чуть не умерла от холода. Всю зиму она ухаживала за больной птичкой и к весне вылечила ее. Перед свадьбой дюймовочка попросила мышь отпустить ее наверх полюбоваться напоследок солнышком. Когда она вылезла из мышиной норы, то увидела ласточку, которую вылечила. Дюймовочка пожаловалась птице, что ее заставляют выйти замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей. Ласточка предложила девочке улететь с ней в теплые края, и та согласилась. Она быстро попрощалась с мышью, забралась на ласточку, и они улетели. Оказавшись в чудесной стране, дюймовочка увидела огромную поляну с прекрасными цветами. Она выбрала себе самый красивый цветок для жилья. Вдруг, она увидела в цветке такого же маленького человечка, как и она, только с крылышками. Это был король эльфов. И в каждом цветке жил эльф. Прекрасный эльф никогда не видел девушки такой же маленькой, как и он сам, да еще и такой красивой. Он сразу влюбился в дюймовочку, и предложил ей стать его женой, королевой эльфов и царицей цветов. После всех своих приключений, девочка была счастлива услышать такое предложение от очаровательного принца. Она с радостью согласилась. Эльф взял дюймовочку за руку, и в тот же миг у нее за спиной появилось два крыла. Теперь она стала королевой эльфов. И с тех пор они жили долго и счастливо. Жил-был старый мельник, и было у него три сына. Когда мельник умер, он оставил сыновьям в наследство мельницу, осла и кота. Старшему досталась мельница, среднему – осел, ну а младшему пришлось взять кота. Старшие братья смеялись над ним, но кот пообещал, что сделает богатым младшего брата, если тот даст ему пару сапог и мешок. Хозяин удивился, но просьбу кота выполнил. Кот тут же натянул на задние лапы сапоги, насыпал в мешок овса, закинул его за плечи и отправился на охоту. В лесу он раскрыл мешок, бросил его на землю, а сам спрятался в зарослях. Долго ждать ему не пришлось. К мешку прискакал любопытный заяц и влез в него, чтобы полакомиться овсом. А кот только того и ждал. Он выскочил из зарослей, затянул мешок, взвалил его на плечи и отправился в королевский замок. Король той страны был большой любитель вкусно поесть. Кот отвесил ему глубокий поклон, вручил зайца и сказал, что это подарок от его господина Маркиза де Карабаса. Король был приятно удивлен такому сюрпризу. Кот раскланился, как настоящий дворянин, и отправился в путь. На следующий день он снова отправился с мешком на охоту. На этот раз ему удалось поймать двух жирных куропаток. Король обрадовался, увидев очередной приятный подарок. Несколько недель подряд кот продолжал носить королю то куропаток, то зайцев, но своему голодному и исхудавшему хозяину он ничего об этом не говорил. Однажды кот увидел во дворе принцессу. Она была очень красивой. Кот сообразил, что она была бы прекрасной женой для его хозяина. И вот король захотел наконец-то познакомиться с Маркизом. Кот ответил, что они могут найти его завтра на прогулке там, где мельницы. А сам побежал во весь дух к мельнице. Увидев хозяина, кот сказал, что завтра нужно будет искупаться в речке, и тогда его жизнь изменится. На следующее утро только он влез в воду, как кот схватил его одежду и спрятал в кустах. В этот момент на дороге появилась королевская карета. Кот выскочил на дорогу и закричал во все горло. «Спасите! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Услышав это, король приказал вытащить Маркиза из воды. Сын мельника сильно испугался, когда двое охранников стали силой тащить его из реки, где он нежился в теплой воде. Король приказал принести ему свой шелковый наряд. Сын мельника сначала был отказывался, но расшитая золотом одежда так ему понравилась, что он с удовольствием надел королевский наряд. Король пригласил его в карету, где сидела прекрасная принцесса. Сын мельника остолбенел, но без лишних слов сел в карету. Через минуту карета покатила дальше по полям и лугам, принадлежавшим великану-людоеду, который жил в огромном замке. Кот не терял времени и, что было духу, помчался впереди кареты в сторону луга, где в поте лица трудились жнецы. Он попросил сказать, что эти поля принадлежат Маркизу де Карабасу, в противном случае злой людоед съест их. Прежде чем удивленные жнецы успели ответить, подъехала королевская карета. И когда король спросил, чьи это луга, они дружным хором ответили, что эти поля принадлежат Маркизу де Карабасу. Тем временем кот отправился прямо в замок людоеда. С кошачьей ловкостью он перепрыгнул через каменную стену и пробрался в замок. Людоед сидел за большим столом, уставленным разными блюдами. Увидев кота в сапогах, он сильно удивился такой наглости. Кот начал дразнить великана и сказал, что тот не сможет превратиться во льва. Не успел кот произнести эти слова, как людоед превратился в огромного льва с лохматой гривой. У кота от страха душа ушла в сапоги, но он преодолел его и сказал, что льдоед никогда не сможет превратиться в мышь. Страшный лев исчез, а на его месте появилась маленькая мышка. А коту только это и было нужно. В мгновение ока он догнал мышь, поймал ее и съел. В это самое время во двор замка въехала королевская карета. Распахнув дверцы кареты, кот учтиво поклонился и сказал, что рад видеть всех в замке маркиза де Карабаса. Трудно сказать, кто больше онемел от изумления при этих словах, король или сын мельника, который уже вообще ничего не понимал. Кот отвел гостей к столу. В конце ужина король, наевшись до отвала, сказал, что маркиз и в самом деле очень достойный человек, поэтому с радостью отдаст свою дочь в жены. Принцесса была счастлива. Молодой, красивый, да к тому же богатый маркиз ей очень понравился. Вскоре они и свадьбу сыграли. Так сын мельника женился на принцессе и сделался принцем. Все они жили долго и счастливо, особенно кот, который гордо расхаживал по дворцу в высоких сапогах.